Привет, мои дорогие друзья! Сегодня будет очень интересное видео, потому что я вас с собой возьму в некоторые места Нью-Йорка, где были сняты фильмы. Вы знаете, что в Нью-Йорке снимается ежегодно более 150-200 фильмов, и мы постоянно наблюдаем, сидя за экраном, и смотрим, опять это фильм в Нью-Йорке. Поэтому, если вам это интересно, оставайтесь со мной и пошли гулять по городу. В один из сумасшедших рождественских дней Джонатан встретил Сару. Как вы думаете, почему я оказалась именно здесь, возле этого кафе Seren de Petey? Есть такой прекрасный, мне кажется, один из самых-самых романтичных Нью-Йоркских фильмов, который называется Интуиция, когда встречаются просто на улице в толпе два человека, которые чувствуют, вот знаете, вот есть такой вот связь между людьми. И они решили проверить судьбу. Она написала свой номер на книге, а он написал свой номер на банкноте. Они разменяли банкнот, отдали книгу и решили проверить, как же скоро их сведет судьба. Почему это кафе? Это кафе интересно тем, что именно их первое свидание проходило именно здесь. Они пили здесь горячий, холодный, горячий шоколад. Поэтому если когда-то вы приедете в Нью-Йорк, обязательно приходите в это кафе и заказывайте холодный, горячий шоколад. И потом оставьте комментарий внизу под видео, если он вам понравился. Я в Нью-Йорк. Фильм, который вы наверняка вспомните, когда будете смотреть на этот отель, это «Один дома два, потерянный в Нью-Йорке». Когда Кевин Макалестер приехал сюда в Нью-Йорк с папиной кредитной карточкой, он рассчитывался за свой отель и здесь же останавливался. Я думаю, что этот отрывок вы наверняка помните. Именно из-за этого отеля так ругались невесты из фильма «Война невест». Потому что девчонки, лучшие подружки, хотели пожениться именно в ресторане этого отеля и именно в июне. В агентстве, где они организовали свои свадьбы, вышла небольшая накладочка и день свадьбы был назначен на один и тот же день. Поэтому девушки начали войну. А все благодаря этому прекрасному и знаменитому месту отелю «Плаза». It all began at the Plaza Hotel 20 years ago in the month of June. Two mothers brought their daughters, Liv and Emma, here to the Palm Court for tea. On that afternoon, there was a wedding. There was something blue, something borrowed, and something completely magical. And two little girls from New Jersey held in their hands a new dream. That one day they would find that one person, who would stand by them no matter what. And when they did, they too would have June weddings at the Plaza. И вы, наверное, помните всех тех красоток из «Секса в большом городе 2», как они здесь встретились и пошли гулять и шопятся на Пятом овеню. The very next year I met Charlotte. We were on a subway car at 2 a.m. when a homeless man dropped his pants. The world for friends in New York they met and they always stick together in the city of sex. Hi! На самом деле про сериал «Секс в большом городе» можно снимать отдельный ролик. И, кстати, если вы не смотрели мой влог, когда я ходила на крыльцо Кэри Брэдшо, обязательно посмотрите. Ссылка на это видео будет внизу в описании. Так вот, мы оказались с вами возле публичной библиотеки города Нью-Йорк и неспроста, потому что именно здесь должна была проходить свадьба Кэри Брэдшоу и ее возлюбленного Бига. Он в самый ответственный момент потом растерялся и решил все-таки уехать, к сожалению, для Кэри. Это первый фильм, который вы могли бы вспомнить, посмотря на эту библиотеку. Второй фильм. Это фильм-катастрофа, который называется «Послезавтра». Эта библиотека была как раз тем самым местом, где укрывались люди от различных катаклизмов. Поэтому вы можете увидеть эту библиотеку во всей своей красе именно в этом фильме. Моим, кстати, самым любимым героем в этом фильме был тот самый бездомный, который был с собакой и знал все трюки, как выживать в холодное время года. А сейчас мы с вами находимся у самого загадочного музея в Нью-Йорке, который называется «Museum of Natural History». Именно в этом музее по ночам все оживает. Помните, как Бен Стиллер воевал со всеми жителями этого музея и постарался, чтобы никто никуда не сбежал. Вот он, этот музей. Как же здорово прогуляться по Центральному парку именно по той дороге, где прогуливался Бен Стиллер из фильма «Ночь в музей» со своим сыном. Наши любимые персонажи из горячо любимого всеми мультика «Мадагаскар» сбежали именно из этого зоопарка, который находится здесь, в Центральном парке. Они пытались найти Африку, они пытались найти свой дом и по дороге в Африку они попали в некоторые нью-йоркские приключения. Давай посмотрим, куда их еще занесет в Нью-Йорке. И вот мы наконец-то с вами дошли до того зала, где встречались все животные из мультика «Мадагаскар». Именно сюда приехали все животные из Мадагаскара. Вы помните, как жираф вакнулся именно вот в эти часы? На самом деле, в Гранд-Центр-Терминале было снято огромное количество фильмов. Но раз мы уже начали с вами говорить о Мадагаскаре, то и продолжим. А в следующем выпуске я вам расскажу какой-нибудь другой фильм, который был снят здесь. Как вы видите, мы с вами приехали к бару, который называется «Гадкий койот». Этот бар находится в East Village. И есть такой одноименный фильм, который называется тоже «Бар Гадкий койот», который, я думаю, вы наверняка все слышали. Но настоящий бар находится на самом деле в Meatpacking District. Они там уже закрыли этот локейшн, поэтому перевезли его вот сюда, в новый бар. Поэтому, если вы хотите прочувствовать атмосферу того самого фильма, вы помните, где девчонки танцевали на столах, где столько было энергии, столько было драйва. Вообще, эта история о девушке Вайлетт, которая приехала из американской провинции и хотела стать певицей, но ей не хватало храбрости. Именно та энергетика бара, этот напор научил Вайлетт, как выживать в городе Нью-Йорк. Сколько миллионов человек приезжают в Нью-Йорк, чтобы стать моделями, актерами, певцами, и чтобы прочувствовать, как оно на самом деле нелегко побороться за свое место под солнцем в этом городе, посмотрите обязательно этот фильм. И если все-таки вам захочется прийти и попробовать какой-нибудь напиток и почувствовать эту напористую нью-йоркскую энергию, то обязательно приходите в этот бар Гадкий Койот. Именно в этом доме позади меня жили Сэм и Молли из фильма Привидения. Я думаю, что все смотрели эту классику. Это романтика, это песня. Я думаю, абсолютно всем нам известно. Именно здесь, возле их дома в Сохо был убит Сэм. На них напал грабитель, который хотел отнять сумочку у Молли, и Сэм начал защищать естественно свою возлюбленную и грабитель в него выстрелил. Наверняка вы помните тот самый кадр, когда грабитель убегал, а Сэм пытался бежать за ним. Но, к сожалению, когда он вернулся уже к своей девушке, он увидел свое тело, которое лежало на земле. Молли? 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 Спасибо огромное за то, что вы нас посмотрели. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и я надеюсь, что вы вернетесь, поэтому подписывайтесь обязательно на мой канал. Если вы не смотрели какой-то из этих фильмов, обязательно посмотрите. Субтитры сделал DimaTorzok